и кусочка дорогие мои девчонки я все пою хожу девочки я когда на море на это да вообще и не сплю и ничего у людей наоборот она устанут а не какие-то ну и спать хотят и все я нет так сейчас мои девчонки сейчас я иду девочки извините никак девочки приправу для борща борща не варю о для курки кинула и чеснеку кину и сейчас лаврового листу листа листу все и посолю картошечку она уже закипела и закипает все девочки убирать тут не будем вот все чисто я ничего сегодня не готовлю вы же видите девочки знаете что нема цибули ни одной а зеленую мы вчера съели туда тарабанили наверно или тут девочки сбрыхала видите оказывается все время говорю что я не брешу и сбрыхала пардон ой тут и укропчик есть и цибулька есть девочки я ее прямо от руки сейчас порежу сейчас осажусь девчаточки извините родненькие дремайте я знаю что вы сейчас дремаете девочки зеленые стебельки есть старого лука нема ну и шо какой есть такое есть правильно прямо девочки женщина одна написала мне сейчас осажусь родненькие перестань дик ты как привидение вот тут только что завыл заныл ой девочки здравствуйте мои родные хожу вот это ля-ля то собаками то сама с собой девочки кипит у меня все я как поглянула сколько я болта проболтала там думаю ой будете оли оли расческа придет сразу глянет вот девчонки здравствуйте спасибо вам за комментарии родники я вас поздравляю вчера девочки ну стратила вчера я не знала какое число честно честно я не знала я думала что вчера 31 число еще сашек вчера был вчера он был вчера его он вчера не приходил не позавчера он приходил а вот я вчера по телефону мы с ним разговариваю я говорю мамочка сегодня твоей бабушки 31 год как умерла тебе два годика но он знает я уже все равно напоминаю но не напоминаю я просто вспоминаю вспоминаю всех всегда каждый год девочки я говорила вам уже хорошие свекрухи были я ничего не могу сказать но я с ними мало общалась первая свекровь белоруссии жила потом ее дочка забрала сюда к нам в украину город а вот она с ней жила и тоже девочки я не общалась честное слово она у нее жила девочки когда знаете живут дети мужья внуки какие ну их не ну все вот эти я могла бы ходить свекрухи если бы она была одна а так дочка взять я внуки все вместе кодла это шо я сходила мне там были рады может быть и рады но лучше писем мать жила сама что-то мать ну сюда мы ходили сюда мы ходили она лежачая уже была я всегда приходила мы всегда приходили а если ну приходили мы когда по выходным работали вдвоем я прошла на работу сашику полгодика было вы посменно менялись а каждый выходные мы приходили каждое воскресенье потому что и субботы бывали рабочие а воскресенье мы тут как штык были вот в три месяца они у сашика увидели ну я вам рассказывая коляску разрешила взять одну мужу сашки меня сашек сан саныч вот я ну они ну вот не могли даже переступить вот этот порог что я была замужем хотя и на кольца дали я вам говорила нам и передавали друг другу мы передачки когда я была беременная я доставала дефицит же был девяностый год доставала все и и колбасы и масла и мясо все пусто было я все были у меня где достать он приносил сюда я его посылала мужа посылала сюда на родителям неси на я своим я отнесу родителям все поровну всем себе им все за свои деньги зарабатывала вот ну и он зарабатывал поначалу еще как-то вырывала эти деньги пока не родила сашика хотя мог бы если бы работал если б не бухал девочки миллиардер бы был все б у нас было если б не бухал я всем никогда в жизни не разошлась я вам честно говорю а как было бороться ну как уже картошка закипит а кипит уже да я же вам говорила картошка кипит закипает вот ну короче говоря хорошие свекрухи были а сюда ходили туда я не могла ходить а чё я буду по пруссии вот как я бы свою тетю катю проведывала все время если бы она жила в своей однокомнатной квартире на кирова а когда она начала жить с дочкой чё я буду к ним ходить они там хозяева стали но не тетя катя это их не квартира стала это все тетя катя сама там квартира раньше была то она на дачу текала на мне все время грела чтобы только дома не быть она грела мне лучше тут на даче миллион раз чем дома до ее слова царствие небесное чушо мне выдумывать она не хотела никогда дома сидеть потому что дома были дочка взять внучки она текала на дачу если тетя катя брехала мне то значит я сейчас вам пришлось и она не хотела их видеть никого то ее слова ой господи царство небесное короче говоря вот и свекрухи а чё я начал эту тему свекровью бог его знает уже сбила тетя катя ладно царствуем всем небесное все равно уже никого нет хорошие были свекрухи говорила белорусская белорусская секвой вообще у нее такой характер спокойный вот у миша такой это девочки дайте меня дети хорошие в них характер характер их слава богу меня и пошли может быть миша пошел еще в белорусскую там мама была вообще божья дума она такая спокойная была и какие все дети девочки алкоголики вот это одна дочка любит ну что у нас на кирова люда живет вот это одна она среди всех самая-самая то что не бухаречка это что ну и замуж удачно вышла и ну первый раз не ну так себе он тоже неплохой был кстати но тоже бухала на с ним разошлась вышла второй раз вообще шикарно замуж вот это она одна а так мой муж еще там один жил с ней иван и коля айма не еще манитова все алкоголичка была и муж царство небесное всех всех никого нет живых одна отлюда внимание кому и все бухали в такой матери в золотой все бухали и главное не бухали знаете чтоб там ну выпили как все люди да как нормальные могут выпить а просто пили шо до сырачки и чем больше тем лучше и желательно каждый день и целый день и ночь вот ну и все а так а она золотой человек она через раз дышала и через раз слова говорила всегда платочечки такая знаете несчастная женщина пятеро детей и у такое вот но один коля девочки он уехал еще в молодости где-то в россию аж на север куда-то он сюда наверное если приезжал к ней я не знаю может один на два раза за всю жизнь то хорошо так он где-то на севере я даже не знаю девочки фамилия его земцов николай владимир михайлович я честь их него отца назвала мишу я задумалась в окружении отчество я честь их него отца назвала мишу потому что первый муж но они мне все говорили мать говорила илюда говорила и он говорил что гавику была полгода это сестра говоря тоже у нас городе и гавику было полгодика когда умер папка наш а вот а умер он по моему девочки выдавали памha умер но я не знаю как ехать на велосипеде и 0 попала в цепь замотала что-то там и что-то там с ногой и он от этого умер девочки точно не знаю или заражение пошло или крови много потеряла. В общем, от этого. Цепь замоталась. Нога в цепь замоталась, и что-то там произошло. На велосипеде. По селу. А вот. Ну, мне кажется, он был хороший отец. Я вот что-то так думаю. Я его ни разу... Я его девочки даже на фотографии не видела. Мне бы так интересно было хоть фотографию посмотреть. Даже... Но то, что у меня Миша вылитый, ихняя порода, вылитый. Вот он на тетку, на Люду похож, вылитый. Да, вообще, они между собой все похожи. Вот. Братья и сестры. Я фотографии их не видела. Это вылитый... Это, как я все время говорила, это порода белорусская. И такая, знаете, девочка, как статная какая-то. Он же у меня красавец. Высокий, худощавый. В 25 лет девочки. Начал сидеть. Сейчас он выглядит старше меня. Полностью седой. Полностью. Вот ему 45 лет. 10 января было. Белоснежный. Волосы, девочки. У меня хороший волос. Он взял мой волос. А у него вот такая копна. Он стрижется. Ну, стрижется сам. Машинка у него есть. У девочки есть. Вот. Зубы красивые. Волосы шикарные. Но седой. Волосы у него... Он, когда маленький был, девочки, я ему говорила, вот ты такой маленький. Вот. Помните, октябряцкий значок? И там Ленин маленький был. Фотография в середине. Ребеночек. Ну, когда он маленький был. Вот это у меня Миша. Копи. Светлый такой же. Глазки серые. Ну, такой. Белорус. Белорус. Красивый белорус. А в Сашунечке волос уже от этой породы. Баб. Вот эти. Не мой волос. А Мишутка родился, девочка. У меня такой волос был. Кучерявый, густой, длинный волос. В роддоме. Я на утро. Полвосьмого вечера я его родила. Утром встала. Туалетка по коридору пошла. Вот так на Ленина у нас роддом. А я туда, девочки, заколок не было. А в роддом, это ж 79-й год, волосы как-то заколола на шпыльки на вот эти. Поняли? Вот так что-то я тут намотала, заколола и в роддом поехала. Ни одной шпыльки не было. Где-то я их ходила, вот это вот, на присхватках этих, моталась там. Ну, как все. Моталась, девочки. Феналгоном как будто намазали одно место и моталась. Ой. Ни одной шпыльки. Я думаю, где шпыльки? Я лохматая, волосы эти, девочки. И по коридору иду в туалет. А зеркала висят по коридору. Ну, между этими. Между палатами. Поняли? Зеркало, стена. Ну, не на всю стенку, а вот такие. Ну, чтобы нам было смотреться. Женщины же одни. А вот. Я иду. А думаю. А возле навоза. Так на себя в профиль смотрю. Помните, девочки? Раньше же в своем ни в чем нельзя. Давали ночнушки эти. Халаты давали. Боже мой. В свое нельзя было заносить вообще ничего. Я как вспомню. А сейчас прут все. Надо и не надо. По десять сумок идут в роддом. А мы вот так. Подскочили и поехали на скорой. Все нам там дали. Скупали. И сидите там. Не чалкайте. Вот. И, короче говоря. Ой. А я вот так потом из одного зеркала. Так я себя что-то не узнала, девочки. После адовых мук. А восстановилась я и смотрю. Думаю, ого. У меня волос такой длинный не был. Вообще, девочки, ниже жопы был. А он, девочки, был же кучерявый и подпрыгнутый. А после родов девочки кусочек зуба сразу так лежало еще. Когда нас в коридоры. Помните, мне раньше на качалках вывозили. Мы там час, час сколько мы лежали. 79-й год, вспоминайте. Я ничего не сочиняю. В коридорах лежали, когда с родзала вывозили. Вот. И это. Я вот так лежу языком. А у меня кусочек зуба отпала. Прикиньте. Откололась. Прямо в коридоре. Целого, целого. Девочки, это ж... Ну, так роды действуют на человека. А волосы. Думаю, что с волосами? Знаете, вот так вот. Я себя не впиздною. Думаю, чьи глаза, может, плохо стали видеть после этого ужаса. Так лет только. 20 лет, девочки. Девочки, он выровнялся. Не такой стал, как был, кучерявый. А у Миши в садик ходил девочки. Он все время так психовал, водой мочил, когда начал уже понимать. Там 5-6 лет он всегда стеснялся своих волос. Вот такой курчавый был. А потом уже, когда он уже 16-18 лет, волосы, знаете, как у Ярослава Евдокимова. Вот назад зачесывал все время, делал стрижки себе такие классные, ходил в парикмахерскую. И волос у него, девочки, такой был пшеничного цвета. Русый такой. Ну, не русый такой, а пшеничного. Знаете, вот золотой. Не рыжий, а пшеничный. А потом 25 лет смотрю, я говорю, Мишенька, что обычно, да, девочки, светло-рустут, эти светлые волосы, у кого они редко сидеют, и плохо, ну, и не видно почти, если даже седина. А уже Людка его тетка говорит. Я тоже в 25 лет седая стала. Говорит, у нас есть седые рано. Говорит, наша порода. Раз поседел, на. Я говорю, а что тут там? Лицо все, глаза, роз, все, характер. Вот. А у меня выровнялся. Ну, не совсем, но не такой уже. Все, в 20 лет. Пшик, и нема волос. Вот. Не мотайтесь. Языки повываливали. Девочки, на улице у нас все. Жарище. Солнце аж не верится. Девочки, в голову. Я сегодня, это самое, даже в троллейбусе ехала. Солнечная сторона. Я бегом на несолнечную пересела. Так больно печет солнце в голове, девочки. Снова в бане. Я сюда зашла, девочки. Как хорошо все-таки тут. Вот. Так что я вот это вам рассказала. Девочки, ручечки. Так болят ручечки. Ну, а что ты сделаешь, девчатки? Сейчас придет бедная Оля, сегодня садить ничего не будет. Ну, девочки, чего она бедная? Вот скажите. Олю бедную заставила садить укроп и кинзу. Зачем ты ее заставила, если ты говоришь, что тебе это не надо? Я пан, а она батрак. Такое, девочки. Ой, господи. Мне даже нечего сказать. Оля просидела целый день. А я целый день. На ногах. И каждый день. Этот сегодня звонил. Я сижу на остановке, еду с Сокола. На троллейбусный. Ну, домой-ка доехала. И взяла телефон. Смотрю пропущенный вызов. Смотрю, Виктор звонил. Я даже не перезвонила. У меня нет настроения. Девочки там пишут. А домой, женщина, вы там написали. А я не помню. Я вам ответила или только прочитала. Честное слово, не помню. А, я написала. Хай кто-то уже облапашивает. А, это я ей написала. Одно. А второй девочке. Я не помню, девочки. По-моему, ответила тоже что-то. Что ты трогаешь. Он еще в этом возрасте, может, у человека чувства какие-то. Хоть бы он чувствовал у девочки мочу уже в трусах. Когда он обсекается. Че, когда, если уписается. Не обсекается, а когда уписается. Вот это бы он чувствовал. Я ему желаю. Ну, хай крутятся. Он мне сам сказал. Говорит, Люда, ну, шо, ну, хай приходят. Хай приходят, хай носят мне. Я говорю, хай. Я шо, что-то против имею. Говорит, а шо, плохо она то принесла, на то принесла. Она постельная какое-то принесла. Она что-то еще она принесла. Элка что-то там. Элка шо? А, Элка там поубирала пошла. Я говорю, Элка живет у тебя, считай, бесплатно. Хай убирает хоть. А шо, не должны деньги не платить еще и ни хрена не делать. Хай, хай батрачат. Вот оба трачат, хай. Отрабатывают жилье. А это хай носит. Он говорит, хай носит. Вот он и в больнице хочет подольше полежать, чтобы это таскало ему что-нибудь. А туда она уже ходить не будет. Ей там быстро отворот-поворот сделают. Да, девочки, я вчера это самое уже и написала. Элке шоу, ну, своей сестре. Шоу она это. Да, позвонила Ире Лидиной. И сказала, шо, хай Андрей уже. Хай Андрей идет, шо, деньги не надо Виктору отдавать. Ни в коем случае. Хай идет к нему и уже приходит, шоу поотлаживал вот этот. Генделек этот. Хай на работу устраиваются. Работать идут. Вот то сидят по 50 лет и 30 лет. Они крутятся возле старого пожилого человека. Я ему вчера сказала. Я говорю, я буду делать тебя, что ты не дееспособным. Он смеется. Я говорю, тут меньше смеяться. Я говорю, признаю, чтоб эти не крутились возле тебя. А то хата им нужна. Я шо, девочки, не права, там дети и внуки есть. Ну, так получилось у них. Я ему тоже говорила. Вот это когда ходила позавчера к нему. Я ему говорила, Виктор, ты же отец. Ну, неужели, ну, возьми, позвони им. Не буду я звонить. Я говорю, у меня бы сердце не выдержало. Мне кажется, у матерей бы сердце не выдержало. Правда, девочки, не позвонить детям за сколько лет? Да по-хорошему с ними поговорить. Не бояться их, что они придут у тебя, будут что-то требовать. А вот эти приходят, не требуют. Он не боится их. Ну, я права, девчата. Он не боится вот этих аферисток, которые лазят к нему. А детей боится, что дети будут просить что-то. Да, конечно, ты должен позвать-ка дети. Прикиньте уже, сколько папе вашему лет. Что ж получилось, что мы не общались? Я ему даже говорила, что говорить. Ну, произошло так между нами. Не должно было так. Я не хочу, чтобы повторилось с вашими детьми, с вами так, чтобы не произошло. Я хочу. Вы знаете, вы тут родились. Вы знаете, судьбу этого дома. Я его сам построил с копеек. Как я не доедал, не досыпал. Ничего. Чтобы построить вот эту халабуду, чтобы построил. Чтобы сейчас жить можно было. Хоть какие-то деньги ему платят. Но я хочу, чтобы вы при моей жизни, чтобы вам это все оставить. И вы, чтобы правильно распорядились им. Правильно, девчата? А шо ж ты же отец себе, покажи, как надо, чтобы было. Что ж они себе там думают? Они думают, что они тебе не нужны. А ты думаешь, что ты им не нужен. Ну, кто-то ж должен сделать первый шаг, девочки. Жизнь прошла так. Мне кажется, должен отец сделать. Я бы не смогла так. Ни одна мать. Какая она была злая, на детей не было. Шо бы они... Он застрелил. Мать я вам рассказывала. Она была еще ранена. Приехала в милицию. Она сказала, кто-то открыл дверь. Выстрелил у меня. Сына выгородила. Ну, все равно ему 16 лет. Его все равно. Шо там, 16 лет. Он сразу усрался. И сказал, что это он. Деньги требовал у нее на наркотики. Я вам рассказывала. Видео есть. Неужели отцы не такие? Я вообще не понимаю. Этот боится, что он им не нужен. А те боятся, что они ему не нужны. Да собраться, девочки. У тебя три внука, да? Три внука. Ну, два внука и внучечка. Да посмотреть, хоть как внуки выглядят твои. Да я бы не в сердце. У меня в разы сердце получилось. Да я бы никогда в жизни даже такого не дошла. И я уверена, это все мамы такие. А шо с папами? Мы же их воспитываем, пап, сыновей наших. Неужели они... Девочки, как воспитаны? Как воспитаны? Или не воспитаны? Само бывает такое. Чего ты его знаешь, девчата? Я бы так хотела, чтобы они собрались все. Какое-то девочка, какие-то такие все, знаете, как злые. Как вот они прощают ничего друг другу. Я вообще не оттащился. Я если поругаюсь там, я, девочки, через пять минут, я уже все, я буду падать на колени, просить прощения. Даже если у того, кто меня обидел. С кем я огрызалась. Чтоб только не было конфликта, чтоб только жить мирно. Я же говорю, не надо дружить, но хотя бы здороваться, если проходишь мимо. Девочки, кипят ребра за милками, а пахнет только ребром. Ну и шо? Копченым пахнет. Ну и шо? Чтоб будет нормально, правда? Был бы суп какой-то, горох. Горох. Вот этот. В брикетах. А я сейчас гляну. У меня там в пакетиках случайно нема горохового. Я даже себе в чашечку налью бульончика и туда. Правильно? Помните, у меня тут супики. А где они только? А куда же их положила? Помните, я читала еще? Супик такой, супик сякой. Вот тут. Только глазурь. Кстати, хорошая эта свинулечка купил. Пикантная кухня. Очень хорошая. Лучше, чем вот у. Курячий. А можно и курячего наколотить, попить. Курячий и курячий. А-ха-ха! Ой, девочки. Гороховый только один, смотрите. Ой, гороховый с мясом курки. Перший обид. Перший обидний стравы. Метевое приготовление. О! И курячий с вермешелью. А этот? Курячий с круатонами. А этот курячий с вермешелью. Ну, будет один вермешель, два вермешелевых и один гороховый. Хе-хе. Нема. А что, девочки. А иногда оно и вкусненько. Похлебать вот так. Не всегда вот выдумывать. Когда вот так уставший пришел, да. И хлебанул. Баночки помыла тогда у тех под кофе. Так они вот. И запхнула их назад. Ну, а тут, девочки, крупики разные. А дома, девочки, одни вермешелики. Дома крупы у меня никакой. Ни гречки есть, наверное, грамм сто. Грамм сто гречки. Чуть-чуть сольки надо еще. Девочки, сегодня чистота. Тряпки только можно понамачивать. Картошечка-кепыть. Малышочек, ты возле меня лежишь, как этот. Как Маугли сидел возле пантеры. Помните? Все время сидела она. Я Маугли, а ты как пантера. А я возле тебя сижу. Так ляжет у ног. Девочки, он меня больше любит, честно. Дик, вот зачем ты рвешь эту тряпку? Постель ему новое. Вчера с Олей говорили. Она говорит, я не знаю, что придумать. Девочки, все светлое. Нема темного, ничего. Сегодня ночь. Вот так было. С вечера была сирена, часа три, наверное. Где-то до часу. Полвторого, девочки. Кушать хочу, умираю. Вот это ж на нервной почве. Еще начитаясь о новостях, насмотрясь о всех. Вот это сирена. Так, кушать хочу. Пошла в туалет, встала, воды набрала. Ничего не взяла. Была и колбаска, и маслица на столе прям лежит. Ну, чтоб не мороженое было. И сырок есть. Фрукты не было никакой. Ничего не взяла. Воды напилась. И сейчас, девочки... О, девочки, я сейчас, знаете, что пришла? Сразу воды прямо с бутылки попила. Очищенной вот этой. С баклажки, с пяти литровой. Прямо вот так, девочки. Знаете, как вот это Наталья Гундарева, сладкая женщина. Помните, с ведра пила воду. Мне так хочется с ведра воды попить. Она так ее аппетитно пила. А как она варенье ела. Сразу варенье, а конфеты запихалась, как она ела. Ой, вот сыграла хорошо, да? Вот. И это. И знаете, что купила? Бутылку тана литровую. И полбутылки тана ледяного. Мы еще со Светой поговорили. А что я с ней разговаривала, когда я холодец съела? Она меня там напомнила. Подождите, а что? А, я говорю, Светочка, а ты квас не делаешь? Она говорит, да, раньше делала в молодости. Я говорю, а я недавно делала два раза. Я говорю, просто поучиться. Я говорю, никогда не делала первый раз. Я говорю, вкуснятина была. Я говорю, ну, у меня холодильника тут нету. Она, Люся, ну, у тебя же там был? Я говорю, Вовке, брату, тю-тю-тю. Ушел в холодильник. Она, ну, надо же, я говорю, да надо, я не знаю. Я же не хочу, я хочу свой с дому сюда приторабанить. А домой купить маленький. Ну, не знаю, когда меня муза посетит. Девочки, не то положение сейчас идти в магазины. Сама я не пойду? Не то положение. Хотя можно, слышите, пойти, выбрать и заказать доставку. Правильно? Не тороманить самим на горбах. Ну, в общем, девочки, это все решаемое. Он на улице, что творится. Все это решаемое. Вот мы, вот вчера мы картошечки, мы, что мы, мы же ее не съели всю. Нет. Я, Оля, говорю, забирай. Хоть на работу, а покушать тебе хватит. И что там было? А я не знаю, что у нас. А, о, девочки, какие капустные вот эти вот вкуснякинки. Я, если бы сегодня не устала, я вот кусочек бы... Хотя я ехала уже в маршрутке, когда с троллейбусом доехала до маршрутки. Думаю, сейчас приду и забацаю вот этой капустных опять. А потом, девочки, мне такой облом. Я думаю, я нечего, я хоть бы картошку почистить. И я знала, что я возьму что-то куриное. И знала, дома ребрышки есть. И кусочек колбаски взяла это. Девочки, в АТБ колбаска до пюрешки. Акция 50%. Очень вкусная, без сала. Газуйте. Объявила. Я взяла вчера палочку. Утром встала, сделала себе бутербродик, хлеб с маслом и два кружочка колбаски. Она варенка, девочки, вкуснейшая. Я советую всем. Сосиски есть до пюрешки. Это колбаска, варенка. Полкилограмма палочка. Вот. Короче. И я это самое. Что я говорила? А. И думаю, сейчас приду, эту капустку вчера же он остался, шуляшок там. Ну, там хорошая осталась капустка. И морковочки кусочек. И цибулька зеленая он есть. И укропик. И яйца, и мука. Нету постного масла. Думаю, ну, если что, на пахучем пожарю. Все равно его уже покупать надо. Там мало. А пришла девочка. Такой обломся. Думаю, его в баню все. Не хочу я. Но, девочки, так вкусно. Вот просто сидишь, кушаешь, как семечки. В миллион раз вкуснее, чем кабачки. В миллион. Ну, не знаю. Мы все разные. Но для меня вкуснее сто раз. Я люблю капусту. И многие любят капусту. Они не водянистые. Мало муки туда. В кабачки муку шуруешь, шуруешь. Они все будут распадаться и распадаться. Или мука. Зубы будут оставаться. Как слепки. Вот. А это вкуснятина. Пахнуто. Вкусненько. Это капустка. Ой. Завтра обязательно сделаю целую гору. Надо сейчас кушать. И кушать вот эти оладушки делать. Побольше укропа туда, девочки. Чесночка, цибульки. Зеленые желательно. И такой можно. А зеленые еще лучше. Сами вот эти перья. Зеленые. Девочки. Во. Главное капусты побольше. Ну яиц туда тоже. Вы же видели. Я вчера три яйца. Но тогда. Вы же видели как переворачивалось. Нигде даже не распадалось. И кушается вкусно. И кушается вкусно. Не вкуснее, чем даже драники. И даже все вкуснее. Вот это с капусты. Вот. Завтра обязательно. Целую гору завтра нажарю. Мы вчера вот так вкусно поели. Сало было. Вот то, что я покупала. Вот эти капустные эти. Потом. Квасольку открыли. Вот. Огурчики. Не делали салат. А так. Да. И по цебулы не съели. Солю макали вот той. Что я отрезала. Еще и укропик присаливали. Я же укропик брала туда наверх. Так. Да. Завтра куплю молоденькой картошечки. Вот. Опять капустки этой нажарю. Оладушек. Будет то, что надо. Ну и все. Там осталось 4 оладушка. Не съели. Картошки. Ну и все. Оля вот это и забрала. А больше нечего и было брать. Не было же ни колбасы. Ничего не было. А вы видели. А. И суп весь забрала. Суп мы нагрели. И даже не дотронулись до него. И. А. Она же его перекипятила. Я. Она говорит. Я наберу супа в баночку на работу себе. А я. Говорю. Забери его весь. Потому что. Что ж. Останется. А завтра. Что опять перекипятить. Так она вот. Как раз ведерочка маленькая. Капроновая. И забрала. Я говорю. Конечно. И все. А сейчас там. Квасульки осталось. Пол баночки. Сало назад принесла. Приду. Морозильник кину. Ухожу. С морозильника забираю. А вот. И этот. Ну. Колбаски кусочек принесла. Завтра поеду клубники возьму. И сюда покушать. Оле уже дам килограмм хайс кушать при мне. Пока не обсыпет ее. Вот так возьму. Две-три штучки. А так ничего не на лука зеленого. Если в головках будет возьму. Вот так вот такое. Чтоб зелень куда-то в капусту пойдет. А так погрызть. Я так люблю вот это грызть. Лук. Только не вот этот длинненький. А уже в головках когда. Вот. Что еще? О, копика можно взять. Вот. Что еще? Ну и все. А, огурчиков можно взять. Мало солить еще не хочется. Еще надо свежих покушать. А вот. Да и все. Может помидор. Хотя цены, что в магазине, что на базаре. На помидоры одинаковые. Вот клубники только газануть купить. Да и все. После снова покушать. Ну это девочки. Так бы хотелось все говорить, если можно было что-то говорить. Такое. Как же думаешь, так? Суп вытащила, а я уже его не хочу. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Картошка шкипит. Девочки, я ее хоть гляну. Ну, картошка, девочки, завтра возьму, но другой сорт возьму. Это белое, что я вчера брала. Водянистое страшное. Прям кусаешь, а она... девочки картошка уже готова надо слить надо злыть малыш ты разлягайся мне под ногами я когда-то как перечиплюсь буду лететь аж туда к этому соседу через стены во двор девочки никто нигде у нас не обрывает черешню по улицам представляете а что девочки у людей здоровья нет лазить по деревьям вот так и тут по улице черешня висит но сюда к соседу никто не приходит за черешней и вот там где воля идет спускается сейчас будет идти никто нигде ничего он оля пришла девочки гляньте подорвались девочки спали девочки спали малышок у тут спал что я даже сказала малышок я когда-то через себя перечиплюсь он даже не пошевелился а дикуся спал у там глаза сейчас сказала он оля пришла подорвались аж аж когтями об асфальт как об асфальт когтями ну что пришла я вас не обманула нету тю шо нема а шо мне послышалось то наверное машина проехалась а мне послышалось что воля тупатит нема даром правда про газовалеток да мои вы родные дикуся иди сюда сейчас он там и мясушка вы получите так сказала тетя одна что вы вот это грызете кости вам надо это вы так чистите зубы а я откуда знала девочки написала женщина говорит что они когда вот это кости грызут или что-то грызут это они так чистят зубки век живи век учись не знала честное слово малышочек дикуся не так жарко у него шерсть какая коротенькая у тебя бедненький малышочек тебя такие патли девочки можно немножко хоть подрезать вы говорили там что не надо трогать бо солнечные лучи до кожи будут ему может быть аллергии плохо быть да ну вот сильно девочки у него так жаркинка моя лапочка родная он все время девочки за моих ног лежит а дикон где лежит предатель малышок так жалко тебя хвост как у лисы у него девочки густой такой и вообще потлаты сильно можем и соли тебя пострижу машинка есть девочки сказала соли и он а он уже сразу подскочил слова ольгу слыхал не маю еще в этом по укропу него соли даже девочки не глянула на сайте шо хотите делайте если они опять со светой а жене и жене разговаривала пришла я бы я пришла ее дома не было она в метро пошла за хлебом за каким-то вот это вот это за огороды говорили нижние уже рассказывали еще прошлый раз что а я не знала что у них самаровки были огороды там ну дачу какую-то ему как военному выделили вот ну кусок земли и говорит это одно лето поездили торик плюнули плюнули своим ходом горит с работы уставшие как собаки то говорит света говорит давай завязывать все больше мы сюда не приезжать девочки как страшно люди вот мы вот живем сейчас теперешним временем все надо покупать запас чтобы вы крупы что были сейчас надо девочки а что толку я куплю куплю и муки натаскаю и масло было натаскаю постного и круп разных и все я все раздаю и все натаскаю чтобы был запас а сама все сразу раздаю и не мая опять ничего люди вот я сегодня к ним пришла мы со светочкой там это ну поставили в ящики она сложила и ты делюсь а помоги мне ну поднять поставить я решу это такое думала там чекни че консервация какая-то лишь а то крупы девочки она мало решу будет хоть на первое время чтоб было я говорю но у меня макароны это девочки вообще никогда никакие запасы не делала потому что а что мне их делать я их сделаю ровно на два дня а потом раз и все отдаю я сюда было знаете сколько кит накидывала и муку тягала по несколько пакетов было по 5 килограмм стояла а круп то вообще гречка рис все вот эти вот пшено все ну какие крупы есть кишу кушаются пшеничный а потом пик пик все масло было сколько натягивала моя родня также сама натягивала а так что кто пришел тыкнула того 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 все побежали кто пришел тыкнула того того побежали пятеро я со мной девочки коллега по торговле по спекуляции когда мы торговали золотые слова хоть она и меня облапошивала я лук купила например у девочки по 20 копеек продаю его по 50 до чтобы 30 копеек заработать пучка а мои соседи у тети рая когда я домой уходила она им по рублю продавала она зарабатывала 50 копеек когда я уходила а я 30 копеек а вот потом я и сказала как раз что то я злая была тот пьяный пришел по моему а идет соседка у меня с дому и я смотрю мои пучки я говорю ты у меня лук купила она у кого же у тебя а я уходила мы уходили девочки они уходят домой я торгую за них да отдельно деньги кулечек слаживаю и я ухожу то по торгуете я пошла их детей покормить надо и что-то приготовить да там насколько на час на полтора я ухожу они мне торгутя они приходят я им целую торгу на торговую а я приду мне мелочь какая-то в кулечке знаете я сказала как шо вот ну и все я потом а то ж иду когда-то соседка говорит я говорю почем ты взяла она горит порублю я и порублю я это таких цен нема девочки тоже не отвечали мне порублю а люди шо дураки покупать по таким что люди не зайдешь о почем продается но я же то подошла этот пьяный был как раз пришел я ушла что мне торговать надо я подошла перед тетя рая я лук заработать на луке зарабатываю 30 копеек мечтаю продать смотрю уже 6 часов люди уже с работы пошли мне продать надо они на утро он уже как сопли буду кушать не его навары мне кушать я а вы порублю меня тут у меня и кассы нету вы я уходите я на торговую целые мешки с деньгами а я прихожу и нет монетки какие-то цока эти никто ничего не брал я конечно по такой цене никто ничего не будет брать сидит пунцовая сразу стала кто тебе такое сказал я привезти моих соседей я сейчас приведу эту я только что встретила подъезде возле подъезда так ее золотые слова царство и небесное ее золотые слова были она уже знала что они знала видела что я все всем то мама подойдет на тыкаю и торговлю это еще купила и денег дам и все всегда всем все давала они уже видели это знали она мне говорит как-то говорит один троих не пока не прокормит а трое одного прокормит вот это она мне в мою сторону сказала шуму шо ты разрываешься на всех все равно ты не потянешь это а шо рыбы ой девчонки так что сегодня моей свекрови господи царство и небесное значит надо два дня ее помянуть так значит надо правильно значит она оттуда во мне вот так сделала чтоб я ее два дня поминала вчера и сегодня но тогда было девяносто это третий год она умерла это был понедельник 31 мая был понедельник потому что батька пришел и сказал шо а девочки подождите а ну да она ночью умерла уже наверно перешло на этот день ночью пришел утром а мы девочки как раз воскресенье не были у них сашек уж было день рождения два годика и пришли же мать же больная лежачая была а пришли мои родители пришли кумов я моют эти ленкой и крестный вова художник а вот и мы просто обед сделали покушали и мы им говорили что мы на этой неделе не придем потому что саши сашеньке два годика будет два годика ему было девяносто третьем году два девяносто первого года я их предупредила я говорю мы не придем на и и они не пришли к нам мать больная такая она уже лежачая была вот и это я говорю уже на той неделе придем на следующий а вот а бы когда батька утром пришел первый раз не был уже сашеньке было два года он никогда дает мать была ходила ж у нас тут на слободку лечилась в одной гадальщицы за все цеплялась это я и сказала она ведь можем не походить можно пошепчет я ли ну походите на то ходила к нам всегда заходила сашеньке за ночь на лучи за вечер на щелкает семечек зернышки жареные и это придет сядет кресла и сидела он бегает маленький же ганата в ладошки насыплет себе мне так ее жалко девочка такая маленькая худенькая такая болячка один сын старались а все вы же видите какое богатство не нажили мне так жалко она так ладошки эти зернышки держит а он бегает эту возьмет у нее эту опять бегает бегает что-то делает делает как ребенок знаете кто опять она же так руку и держит ждет пока он еще подойдет плюнет как будто птенец и батька пришел а батька не был клятый видите какой два года уже биты не было мы к ним ходили а он к нам ни разу не пришел я и приглашала и придите хоть посмотрите как мы живем все махал не пришел а вот а понедельник 31 звонок двери я то подхожу открываю он стоит не аж плохо стало думать у пришел все таки я так и понял я заходить это что заходить горит сосед туда пойдем мамка умерла я говорю это вышел девочки такие похороны сделала пянусь вам вот сегодня день памяти и собирала себе на ангуровую кофту а не было же ничего 93 вот вспомните пусто все с базара все я достала все было тут два стола на улице поминки были во дворе тут готовили а чтобы носить сразу отсюда ваш два захода было этот стол что сейчас стоит еще и выносили полированную тот ставили рядом буквой г столы во дворе на вот так людей было из улицы было много ну и завода были из ее работы были она в обувном магазине работала уборщицей последнее время пришли две женщины тоже все на столах было вся еда какая положена чтоб на похорон даже ташу не положено и колбасы были все я подоставала я как папа папа мой умер я собирала себе на воровую кофту раз он умер кофта нема и потом пришли приходим же сюда весна додумаю хоть на весну кофту себе куплю папа зимой умер она через полгода он в январе она в мае на зиму не получилось кофты думаю на весну уже но вы не хорошо что зимой не купила а коту где пья и одела зимаш под пальто ж не оденешь на даже на улице чтобы все видели помните девочки в цветах такие горочка была такие свитерками ну разные были свитерком так хотела себе только без горлов так и он такой розовые сиреневые цветы были от горочка мягенькая такие они были длинные жопу закрывали даже я потом купила его все таки к потом уже не помню когда вот а потом вот уже на весну думаю куплю себе чтоб хоть походить так хочется в юпочкой кофточку эту одеть он воровую а вот когда это самое пришли сюда я тоже мать в спальне уже лежала уже к солу к нам не выходила а я на стуле рядом сяду возле кровати сижу возле него сашенька штамм в комнате с батьками сашкой с мужем вот я вот сижу с ней разговариваю девочки зайдешь а уже запах такой в хате был вот это у нее все арту разлагалась а представляете там что было вот там ужас там лицо уже ее не узнаваемое было вот такое было все то деле разговаривала уже непонятно даже что говорила мешало ей разговаривать девочки и запах и я тоже это мы бы пришли и я сашка не потом с недели трезвый был говорит ну что ж ты кофту себе не едешь не покупаешь на толчок девочки попробую выделить эту копейку да когда у так с копеек жили и и дети маленькие а так хотелось аж хоть что-то и это я это какая кофта какой святый рук я говорю он мать не сегодня-завтра я побегу кофты покупать себе ки мне кофты уже в том по моему купила на следующую весну потому что началось аж полгода год надо же помянуть хоть соседей позвать уже купила когда они в моде не ну ничего обошлась а материн и вещи забрала все катюни кофту отдала ее катюня ее носила 20 лет шерстаная бежевого цвета на пуговичках с карманами с двумя катюня ее вот пока она не у не умерла она и дома вне если на улицу она уже не выходила на в ней дома ходит а так она все время не ходила так любимая кофта была она шерстаная девочки качество классное такого знаете бежевого цвета с двумя карманами нату туда и корм и конфетки носила там всегда же у нее конфетки сосачки какие-то были и ключи по мне ключи она девочки у нее косметичка была сама пошила с зеленого кремплина она у нее одна и та же была всю жизнь и она вот это ее девочки на булавку к лифику пристегала и она штряпочная и вот и ключи там были деньги какие-то и вот сюда вот так поперек лифик ложила а ну и не видно если видно ну а что ей кто-то надо она таки ходила и это на булавки она и мне когда-то говорила речет и вот так носишь еще были тогда мне кошельки но я девочки кошельки не любила нарита булавку к лифчику надо пристегать это на булавку к лифчику а кофту она это любила страшно и так у матери чтоб девочки вещи были кляпо забирала там на эти ту халаты кому-то отдала ее два байковых халата было цветные тоже с карманами она худенькая была маленькая на меня было все как раз я была тоже худая потом трусовная штук 5 девочки белых сценниками я себе оставила сценниками белые трусы вот у качества девочки хлопок классные ничего такого не было девочки все приданное она давала еще при жизни то кто принесет сашка муж то постельного принесет немножко но правда то какие-то сервизики принесет то чайный то суповые вот эти вот супницами вот эти такое богатство не было вещи все забрала чулки там были у нее кому-то это уже отдала простые они хорошие девочки с ценниками вот такое все одежи не было вот люди жили до девочки не было чтоб какие-то знаете красивые платья там костюмы какие ничего не было такое все тряпью ой девочки родные мои так что в ольге петровне сейчас будет расческа вчера по горбатилась сегодня зарубы новая интересно как она расчесывает девочки не скубет если вот это скубла уже мне сейчас волосина зацепилась не а не скубет ни грамма не а девочки очень хорошая щетка а чья на флоры фло вэрс фло вэрс антистатик не знаю чья ручка откручиваться должна да и ой хоть бы не поломать не девочки не буду но крутанулась мне кажется ручка откручивается но не надо ее крутить чтоб не поломать лучше не трогать хаю так будет хорошая девочки не скубет обычно знаете как противно как скубанет как скубанет а это сейчас она будет довольна подлак под заработала после вчерашнего укропа так все девочки что-то ее нет время уже без 10 6 поехала на на троллейбусе в круговую чтоб не платить 15 гривен за маршрутку во вчера говорит два дня подряд плачу рит надо идти все-таки на троллейбус и садиться на конечной а ну вы слыхали да два человека уже едут уже с тупика а она уже заходит за 15 гривен тоже туда 15 назад 30 до в туалет надо сходить по пятерки хоть раз ходить снимал ли снимал вы были только что там возле калитки до снимал пошлите вот кто опять занес что-то малыш ты занес посмотрите чистенько чтобы они не убирать зачем вы мусор таскаете сюда я вам завтра костей говяжий куплю чтобы вы зубы чистили и не таскали вот эти чё ты трусанулся испугался чтобы не таскали вот эти палочки разные разную фигню что вы таскаете манки руки болят манка знаете как на на убиралась а сегодня буду ночью дрожать лежать от всего девочки еще раз спасибо вам огромное еще раз девочки ой там женщина сыночек с армии пришел будет стол готовить здоровья ему я написала здоровья мира чтобы вот эта последняя его военная форма была в его жизни чтобы она никогда ему не пригодилась будьте все здоровы будьте все счастливы пока извините может кому что-то что-то не нравится девочки мы все нормальные я слава богу я нормальный человек делать спасибо вам родные поперла я картошку а воля то на мясо а помидоры еще надо помыть че не надо то помою девчонки спасибо всем здоровья вам берегите себя женщина там с дочечкой шутер шо вы поделаете родная моя господи ой как же так дети иногда не понимают нас родители а я не а как это обидно не обидно что ходит и на больной обидно а когда здоровая как это еще все будет тут хоть больной то если что-то где-то так уже на это все спихуешь да а когда здоровый когда все в порядке что-то как это больно как это обидно а я не я это только конченными надо быть мамашами чтоб что-то от детей терпеть это сердце разрывается этому девочки я не знаю даже меня нет даже слушал говорить все поняли это что я имела в виду малышочек у меня нет 6 я сейчас перепрыгнула через тебя любого моя да мама пройдет можно давай мамочка пройдет девочки будьте здоровы мира всем в доме и вбивки и на земле девочки давайте уже налетайте на клубнику все сезон клубники ничего сейчас не надо так кушать никакие бананы яблоки киви клубнику и черешни кто любит я не очень будьте здоровы родные боже целый час про трахтела девочки извините